МАГАДАН Об этом говорили на очередном заседании регионального парламента, которое прошло в режиме ограниченного доступа. Фото своей семьи с портретом или запись рассказа. Акцию «Бессмертный полк» в Магадане планируют провести онлайн из-за коронавируса. Рыболовы проводят карантин в Ногаевской бухте. На льду они появляются ранним утром. Об этом и многом другом далее. Более 90% верующих магаданцев в пасхальную ночь не пошли на богослужения и остались дома. Праздничные службы воскресной ночью прошли во всех храмах Колымы, но на них не было прихожан. В этот день в связи с принимаемыми мерами по недопущению распространения коронавирусной инфекции, в ответ на предписание санитарных служб и органов светской власти, богослужение проходило за закрытыми дверями. В храм был допущен строго ограниченный круг людей. Божественную литургию в Свято-Троицком кафедральном соборе возглавил архиепископ Магаданский Сенегорский Иоанн. Накануне праздника он обратился к горожанам. Пандемия – это наказание за грехи каждого из нас. Да простит нас Господь и да поставит нас на путь исправления. Не будем забывать в эти дни и о помощи наиболее уязвимым группам людей – пожилым, одиноким, больным, малообеспеченным и безработным, на жизнь которых пандемия оказывает еще большее разрушительное воздействие. Верю, что в течение 2020 года все эти испытания прекратятся, и мы с еще большим благоговением будем встречаться в Божьем храме для единой совместной молитвы. Обращаясь к прихожанам, архиепископ Магаданский Сенегурский Иоанн еще раз напомнил – те, кто пасхальной ночью остался дома и не пошел в храм, не совершил никакого греха. В воскресной ночи онлайн можно было отправиться в храм любой точки страны. Пасху по юлианскому календарю празднуют православные христиане более чем в 60 странах. И почти везде, как и в Магадане, удаленно. 65 человек заболели коронавирусом в Магадане. Большинство из них – горняки. Один пациент выздоровел. По данным регионального управления Роспотребнадзора, обследовано на коронавирусную инфекцию более полутора тысяч магаданцев. За последние сутки лабораторно подтвержденных случаев COVID-19 в городе не выявлено. В областном центре работает единая телефонная линия по борьбе с распространением коронавирусной инфекции на Колыме. Обратившись в колл-центр по номеру 22 22 44 в Магадане, можно получить консультации по различным вопросам. Поступающие звонки будут перенаправлены по теме в профильные министерства и ведомства. Магаданская область получит 56 миллионов рублей на оснащение коечного фонда для борьбы с COVID-19. Деньги переведены в соответствии с поручением председателя правительства Михаила Мишустина от 17 апреля 2020 года. Всего по распоряжению Минфин перечислил регионам дополнительно более 32 миллиардов рублей. Средства выделили на оснащение коечного фонда медицинских организаций, обеспечение системой снабжения кислородом и средствами индивидуальной защиты для оказания медицинской помощи больным коронавирусной инфекцией. Перевести дотации бюджетом должны в течение трех рабочих дней. Также Михаил Мишустин поручил Минздраву проконтролировать целевое и эффективное использование средств с предоставлением отчетов правительства и Минфин России до 30 апреля. Колымские депутаты обратились к президенту с ходатайством о присвоении Магадану звания «Город трудовой доблести». Об этом говорили на очередном заседании регионального парламента, которое прошло в режиме ограниченного доступа из-за распространения коронавирусной инфекции. Присвоить Колымской столице звание «Город трудовой доблести» в январе этого года инициировали представители общественной палаты Магадана. Мэрия поддержала и направила соответствующее предложение в областную думу. Результат не заставил себя ждать. Парламентарии вынесли единогласное решение и направили обращение к главе государства. Напомним, в этом году в России появилось почетное звание «Город трудовой доблести». Звание будет присваиваться в канун праздника «Весны и труда» 1 мая, городу, жители которого внесли значительный вклад в достижение победы в Великой Отечественной войне. Колымские профсоюзы примут участие в первомайской онлайн-демонстрации. Организации поддержали инициативу мэрии города провести виртуальный Первомай. Из-за тяжелой эпидемиологической ситуации отменили все массовые мероприятия. Поэтому муниципалитет организовывает проект «Первомай-2020. Мы вместе». Видеоролики и презентации о трудовых коллективах областного центра будут транслироваться на телеэкранах магаданских СМИ. Профсоюзы уже готовят материалы. Готовят материалы для того, чтобы на нашем городском экране потом были видны сюжеты из трудовой жизни, из жизни трудовых коллективов, из жизни профсоюзных организаций, наши мероприятия, чтобы были видны на этом экране и наши заслуженные работники, ветераны труда, войны, ветераны профсоюзов. Также 1 мая волонтеры профсоюзов развезут продуктовые наборы и средства индивидуальной защиты ветеранам труда категории 65+. Для того, чтобы принять участие в онлайн-демонстрации, нужно до 24 апреля отправить на электронный адрес, который вы видите на экране, видеоролик или фотопрезентацию. Они должны отражать значимые события организации за последние годы. Продолжительность видео не больше минуты. Акцию «Бессмертный полк» в Магадане планируют провести онлайн из-за коронавируса. Обычно участники «Бессмертного полка» выходили на улицы города с фотографиями своих близких, которые принимали непосредственное участие в Великой Отечественной войне. Изначально в честь 75-й годовщины Победы в столице Коломы планировалось масштабное шествие колонн. Теперь городские власти предлагают без риска для окружающих почтить память о солдатах и рассматривают вариант трансляции участников акции в режиме онлайн. Стать частью «Бессмертного полка» можно, сделав фото своей семьи с портретом или записать рассказ на видео. Историю снимок или ролик можно прислать на электронный адрес, указанный на экране, либо отправить в WhatsApp по номеру телефона 8-914-037-01-94. Сегодня, 20 апреля, почетный гражданин Магадана Елена Виальби отмечает свой день рождения. Известной лыжнице 52 года. В родной город приезжает раз в год, а иногда и чаще. Зачастую поездки в Магадан связаны с проведением соревнований лыжня Виальби, который проходит на территории комплекса «Снежный» в районе Черемушек. Последний раз Елена Валерьевна была на Колыме больше месяца назад. Она приезжала к нам со съемочной группой художественного фильма «Белый снег». Кинокомпания «Эго-продакшн» работает над картиной нашей землячки, трехкратной олимпийской чемпионки, 14-кратной чемпионки мира, пятикратной обладательницы Кубка мира, президенте Федерации лыжных гонок России Елене Виальби. Лента выйдет в прокат в 2021 году. Легенду отечественного спорта, обаятельную женщину и прекрасного друга с днем рождения поздравил мэр Магадана Юрий Гришан. Глава города поблагодарил Елену Виальби за упорство в достижении целей, за труд, который принес славу нашему городу и всей стране и пожелал известной во всем мире Магаданке безграничного жизненного оптимизма, здоровья, удачи и счастья. В минувшую субботу, 18 апреля, в районе 23-го километра федеральной автотрассы Колыма произошло лобовое столкновение двух автомобилей. В дорожно-транспортном происшествии пострадали три человека. Столкнулись, так сказать, лоб в лоб два автомобиля. Это Митсубиси Паджеро и Тойота Ипсум. Пострадало три человека, которые находились в Ипсуме. Травмы, голова разбита, нога повреждена у другого. Ну, соответственно, прибыли на место, помогли им выбраться из автомобилей. Соответственно, скорая помощь также была на месте. Ну, оказали первую помощь и отправили в больницу. По предварительным данным, причина столкновения стала ненастная погода на заснеженной дороге. Водители не справились с управлением и вышли навстречу друг другу. Погибших нет. В настоящее время пострадавшие находятся под наблюдением врачей. Ведется расследование ДТП. На следующий день, в воскресенье 19 апреля, в Магадане сотрудники МЧС спасли малышей. Трехлетняя девочка и ее шестилетний брат стояли на подоконнике у окна пятого этажа. В спасательную службу обратились очевидцы. Они сообщили, что дети находятся в опасной ситуации и могут упасть с верхнего этажа пятиэтажки. Ну, прибыли на место вызова. Там у детей, которые гуляли, выяснили, они, оказывается, видели вот этих детей в окне. Выяснили, в каком окне они их видели. Поднялись туда, постучали в дверь, дети открыли. Вот это были два ребенка, трех и шести лет. Дома они находились одни. Вот, провели с ними воспитательную беседу. Попытались взять телефон их родителей, но они не смогли дать его. Побеседовали с соседями, попытались выяснить, не знают ли они, где находятся родители. Но соседи тоже толком ничего не сказали. После проведения беседы с малышами и соседями, для выяснения всех обстоятельств, на место были направлены сотрудники полиции. Теперь правоохранительные органы проводят проверку по административному нарушению за неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних. Рыболовы проводят карантин в Ногаевской бухте. На льду они появляются ранним утром. Самые отважные – на автомобилях. Каждый день их просят разойтись по домам сотрудники управления по делам ГОЧС, мэрии, полиции и инспекция по маломерным судам. Любители подводного лова сматывают удочки до следующего дня. В интернете сейчас распространяют ролики с лайфхаками для тех, кто не представляет жизни без рыбалки. Авторы делятся инструкции по ответам проверяющим. Например, говорят, что выгуливают животных, червяков и опары шеи. Так, а 100 метров от дома только можно? Ну, а вот мой дом. Я рулеткой мерил 98 метров. Ага. Ладно, хорошо. Извините, тогда не задерживайтесь уж долго. Рассветки и фактуры, которым позавидуют ведущие кутюрье планеты. Шикарные обои производства Италии, Германии и России. Богатый выбор и безупречное качество. Мастерок. Магазин правильных решений. Карла Маркса, 62. Магазин контрактной автозапчасти реализует протестированные автозапчасти для японских автомобилей в наличии от японской компании SMS Export Japan. К приобретаемым вами моторам прилагается видеотест работы двигателя, проведенной японской компанией. Предоставляем услуги автосервиса. Действует гибкая система скидок. Регулярные поступления товара по разумным ценам. По предоплате скидки. Ждем вас по адресу улица Кужзаводская, 12, во дворе сервисного комплекса «Миля». Телефон 8-914-850-4050. Друзья, подписывайтесь на рекламный инстаграм-аккаунт «Рекламная лавка Магадан». Здесь всегда свежая и актуальная реклама, услуги, объявления и вакансии нашего города. Будьте всегда одними из первых в курсе всех акций. Распродаж, поступлений товаров, новых услуг, свежих вакансий и еще масса интересных и нужных объявлений. Только проверенная реклама из первых источников. Добро пожаловать в инстаграм-аккаунт «Рекламная лавка Магадан». Рекламная лавка Магадан 3-5 метров в секунду. Относительная влажность воздуха 65%. Склад-магазин строительных материалов «Крас» представляет гипсокартон и комплектующие, сухие строительные смеси, древесно-плитные материалы, лакокрасочная продукция, пиломатериалы, гровельные материалы и крепеж в ассортименте. Осуществляем доставку по звонку. Телефон 63-66-92.